здравствуйте дорогие друзья с вами Светлана Ша и сегодня мы с вами посмотрим технологию приготовления национального болгарского блюда сладкая баница с луком недавно вы увидели как готовить соленую баницу а сегодня будет сладкая я вам желаю приятного просмотра не забывайте подписываться на мой канал и оставлять свои комментарии и так здравствуйте сегодня мы продолжаем наши болгарские приготовления шикарных блюд и с нами теменушка теменушка что в переводе обозначает маргаритка такое шикарное имя маргаритка же цветочек и мы делаем сегодня сладкую баницу с луком да вот это луком его сейчас мы сначала нарежем и теменушка говоришь нам должен быть цветной лучше всего розовый вот и нам понадобится яйца масло растительное мука сахар разрыхлитель и наши знаменитые точины кури которых в россии нет но мы обязательно будем стараться где-то искать подобное тесто потому что из него делаются шикарные блюда и так вот у нас получилось нарезанный вот такими кусочками вот такими кусочками дальше что мы будем делать сейчас всегда что разбили яйца то мы будем сейчас разбивать яйца и я вам покажу как это но потом в результате будем делать вот 4 лица немножко делает ловко ловко 4 яйца дальше у нас сахар сахар чайного чашу чашу попудрали нет сахар еще есть у нас и так у нас чашки сахара полторы чайной чаши сейчас кислое молоко кислое молоко болгарская мы складываем в чашу но вообще вы знаете я попробовала в прошлом году это блюдо и да нет в этом году я попробовала в мае первый раз что сделать и ножка это было ну наверное одно из самых вкусных ощущений которые я испытывала в жизни и сейчас мы это но если что половина чайной чаши олео вот мы добавили туда еще чайную чашку две чайные чашки муки это мы добавили пока одну вот и сейчас потом будет добавляться сюда же вторая чаша сама себе завидую что сегодня буду пробовать вновь второй раз в жизни это шикарное блюдо приготовленное этими ножкой я не знаю может кто-то делает конечно в болгарии тоже сладкую баницу но мне кажется вкуснее это и придумать трудно точно 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 и сюда же мы складываем один два тяга бога лувер это разрыхлитель целый пакетик а мне тоже не знаю сколько 10 грамм ну это в этом случае и другие болгарские 10 грамм нормальный 10 грамм хватит просто что в зиму болгарский не знаю сколько а это разве не болгарская не это какой-то немецкий да немецкий вот и сейчас мы размешиваем а потом мы должны миксером да это взбить когда мы приготовим эту смесь я еще раз все покажу вот мы противень форму смазываем растительным маслом много малку немножко много малку это совсем немножко и теперь все лишнее уберем отсюда нам что-то нужно сюда поставить вот сейчас теменушка открывает знаменитые точины кури которых нет у нас в россии но благодаря этому и наверное другим видео мы в россии все больше будем узнавать об этом прекрасном продукте вот они какие тоненькие вот они какие тоненькие притоненькие красивые листы есть тонкого-тонкого теста тонкие финикури 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 в одну линию в одну линию да да так опа опа так хочется мне тоже приобщиться к созданию И вот этой смесью мы сейчас смазываем слой. Я разбила ногу. Немного разбила? Угу. Не что-то. Мы сейчас просто сделали... Мажем. Вот эту смесь взбили в миксере, но нужно лучше взбивать, насколько. А, чтобы яйцо было до конца разбито. Ну, у нас есть кусочки, тут вот маленькие, видите, вкрапления. Ну, думаю, что это не испортится. Берем два листочка, два кури и на рулон. Да, скручиваем в рулон. Вот таким образом. Раз. И перекладываем форму в нашу. О, красота какая. Прям точно. Так не видно. Вот видите, так не видно, что яйца не разбились до конца. Разбил тоже. Разбил нормально. Нормально? А, хорошо. Вот, Тименушка говорит, хорошо оказывается. Можно и получше. Да, ну, нет предела совершенству. Знаешь, у нас в России так говорят. Нет предела совершенству. Няма, совершение ништа. Да. Именно няма, совершение ништа. Да. Вот так. Нет предела совершенству. Веси обещала в воскресенье, в неделе, сделать тиквенник. Именно тыква. Проблема найти тыкву. Но я видела, тыкву в били. Пока. Так что посмотрим. Если мы найдём тыкву, через два дня мы будем делать ещё другое болгарское блюдо под названием тиквенник. Вся Россия приедет лакомиться в Болгарию вкусняшками. Лакомиться. Знаешь, такое слово есть? Лакомство. Да, а глагол от этого слова лакомица. Да. Да, лакомица. А может, есть таков лукум, где то е тоя, дългия, и се реже направо? А, есть лукум такой длинненький, да? Турския, где то е дългия. Да, 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 знаю. Ты просто сказала купить три. А мне аз таков ползвам. Да, три таких кутийки, коробочки. Да. Ну и покупал гера. Всё покупал по списку. Можешь, если чётко за себя мажем? Можно как мазать? Чётко. А, да-да-да, можно, да, щётко. Чётко – это силиконовая щётко. Да. Чётко – это щётко. Вот силиконовой кухонной щёточкой, которую мы все знаем. Можно это мазать и даже лучше. Из пруда до них сворчили. Да. Вот теменушка говорит о том, что по две берём, по два коржа вот так складываем, потому что они очень тоненькие. Есть потолще, да, но они в магазине проданы. Так я поняла? Да. И за два ползоны другие кури. Угу. Хочется мне тоже так помять. Вот он. Вот он. Такая заливка интересная. Ну, я ещё раз повторяю, что я попробовала это блюдо. Я раньше думала, что баница может быть только солёная, с сиреней, с болгарской брынзой. Но когда я попробовала вот эту, я думала, язык проглочу от удовольствия. Ух. Так, опять берём и сворачиваем. Трудоёмкое такое действие. Ну, и интересное. Их там 16 коржей, да, в этом, в пачке. В кутике 16 кури. Как вам? 16 вот в этой кутике. А, 16 кури? Да. А, не знаю. Не знаю. Не знаю, как у вас. У нас тези не сам гипоузовала на углу. Что-то не со мной оттонуть. Ничего. Нормально. Ну, даже может ещё. Да, не. Вот. 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 Вот их прям так. Клади вот прям вот так. Да, да, да. Вот прям так штучками. Не, не, не раз. Подебелечки. Угу. Значит, вот тоже на федисах подебелечки. Потолще. Одни толще, другие тоньше, да? Угу. Подебелечки. Болгарский язык очень красивый и образный. Вот, представляете, подебелечки. Подебелечки – это значит потолще. Вот это будет потолще. Подебелечки. У нас просто есть слово такое «дебелый». Ну, у вас тоже есть, да, «дебелый». Да. А при вас? Тоже у нас есть. Есть употребление. Оно не очень литературное, это слово, но… Да. А, мы с тобой по-разному резали. Я-то… Няма проблем. Няма проблем. Запоминаем болгарские выражения. Няма проблем. Нет проблем. Няма проблем. Очень ласково звучит. Няма проблем. Ну, на мой взгляд, ласково. Итак, мы мажем последний слой. Сейчас и будем складывать… Ну, там форму. И в духовку, да, в фурну. Сверху не будем… Сверху не будем, ничем. Да. Сейчас я буду разжигать печку. Включу её. И покажу вам процесс уже… Вот у нас получается, как в форме. Сейчас вот тиминушка последний заворачивает и складывает сюда. А я пошла включать печку. Итак, мы поставили нашу баницу сладкую в духовой шкаф. В холодный. Именно в холодный духовой шкаф. Потому что она должна понемножку нагреваться и становиться розовой. Вот. Что получится, я вам… Итак, сироп, ещё разок, сироп, три чайных чаши, сахар, три чайных чаши, вода. Разборка, разда. И сейчас мы поставим на плиту. Он там должен будет просто раствориться. Да, да заврить. Да, будем варить до тех пор пока. Пять минутки. После закипания пять минут. Да. Итак, мы поставили на плитку. Вот у нас сломался. Основная плита сломалась. Мы делаем на маленькой плитке. Поставили большую кастрюлю. Для того, чтобы наш сироп не сильно убежал. Но мы будем за ним наблюдать. Вот сейчас мы сложили ещё пачечку ванильного сахара. Вот видите, вот пачечка ванильного сахара. Но нужно ваниль. Вообще в идеале ваниль. Самый ваниль. Немножечко на кончике ножа. И сейчас наш сироп закипел. И будет кипеть пять минут. Так вот? Пять минут. И после этого мы с вами опять посмотрим, что делается. Процесс идёт. Сироп готов практически. И мы его должны сейчас остудить. Да, Тименушка? Да. Вот, видите, уже порозовели наши баницы. Вот. И скоро-скоро у нас получится что-то классное. Так. Мы выключили нашу баницу. И вот, пожалуйста, она какая красавица стоит пока. И доходит немножечко в духовке. Тем временем наш сироп остывает. И мы будем его скоро заливать сюда. Мы туда же будем заливать? Прямо вот в... В основной. Вот горы. Ну, в эту форму. Да. В этой форме. Сынарязва. И сысирупила. А, то есть мы нарежем её сначала, прям в форме, а затем зальём сиропом. Угу. Итак, вот наша баница сладкая. Осторожно, нож острый. Мы сейчас её будем резать. Вот. По умалке или по горе? Можно средненькие, как ты любишь, как ты обычно делаешь. Я же... Оп, видите, как хрустит. Какая красота. А пахнет. Вот если бы я могла снять запах. Оп, нужно такую сказку написать. Как можно снять запах. Сфотографировать. Ой. Ой. Этот хруст. Он прям передаёт национальный колорит. этого блюда. Видите, какая красота. По-моему, я в этот раз в Болгарии чаще всего произношу слово «как красота» и «какая красота» фразу. Потому что... Каква красота. Каква красота. Красота по-былкарски. Каква красота. У-у-у-у. Хрустит. Ой, если бы вы видели. Сиропа. Да. Теперь сироп. А, неживые чат-арт. Да. А, это его. А, это его. Да, да, да. сейчас теменушка несет сироп вместе с половником и мы начинаем вот так сироп вот сироп вот половник и вот так заливать сиропом этим прекрасным сиропом нашу прекрасную сладкую баницу не тяжело дышать не спокойно спокойно сразу меняется цвет запах ванили просто замечательный и оставляем потом насколько сколько времени стоять должна и вот в таком виде баница должна куку тупого чистый толку пухового стола до следующего дня она должна до утра вот она будет у нас стоять пропитываться и теменушка говорит чем больше стоит тем получше пропитывается и становится лучше попробовать хочу да сейчас сейчас я возьму блюдечко еще одни давай даже не наш несколько да и для герой для себя сейчас мы загадаем желание у нас есть такая примета первый раз не ешь блюдо какое-то но я не первый раз буду но у нас дома приготовлю что видите она на обратной стороне какая красивая красотень красотень я могу в твоей форме до завтра вот я оставлю пока то у меня нет такой формы это теменушка принесла свою чтобы приготовить больницу здесь у нас и поэтому я ее оставлю до завтра 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 верну отличная вещь итак наша баница сладкая готова вот она как выглядит и завтра она будет уже пропитана и ее можно будет употреблять очень даже хорошо теменушка наш шиповар семенушка очень очень скромная красивая женщина вот вот ее блюдо и ее ее рук приготовления произведения и мы будем наслаждаться общением и баницей всем прекрасного настроения и всяческих удовольствий в жизни ура пока а